Если гражданин какого-либо государства у себя на родине подвергается гонениям из-за религиозных или политических убеждений, либо из-за принадлежности к определенной национальности или расе, он может попросить у правительства другой страны право на проживание в безопасности. При этом в зависимости от ситуации беженцу могут предоставить территориальное или дипломатическое убежище. И если политическое убежище подразумевает просто возможность находиться в определенной стране, то дипломатическое убежище – это право укрыться в здании посольства или консульства на иностранном, корабле, воздушном судне, либо военной базе. История вопроса. Право убежище как таковое существует уже много веков. Еще первые христиане, преследуемые тиранами-язычниками, искали себе новый приют в других государствах, а исламисты удалялись к могилам предков. Первый документ, утверждающий возможность принимать беженцев, был подписан во Франции в 1793 году, в этой стране готовы были принять угнетенных борцов за свободу. Однако исторически наибольшее распространение получило только территориальное право убежище. Институт дипломатического убежища до сих пор вызывает множество споров. По отношению к этому вопросу выделяют четыре группы государств, не признающие и не практикующие дипломатическое убежище, подавляющее большинство стран мира, в том числе Казахстан. Не допускающие его на своей территории, однако готовые предоставить, Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки, не предоставляющие убежище сами, но разрешающие его на своей территории, Греция, открытые. И для убежища в собственном посольстве или консульстве, и для убежища на собственной территории латиноамериканские государства. В каком случае гражданин может рассчитывать на предоставление дипломатического убежища? Для ответа на этот вопрос в каждом конкретном случае нужно знать о многих факторах, влияющих на решение. Того или иного государства принять или не принимать беженца. Дипломатическое убежище могут предоставить только в экстренном случае, если лицо находится в непосредственной опасности. Прием беженца невозможен без согласования с местными властями, при этом сообщить о предоставлении укрытия должен дипломатический агент, командир корабля, лагерь или воздушного судна. Укрывшегося не будут высаживать на территории страны, предоставляющие убежище, или вблизи от ее границ. В случае получения укрытия гражданин не будет предпринимать никаких действий, противоречащих требованиям общественной безопасности. Страна, согласившаяся принять приезжего, не понесет никаких расходов для предоставления убежища. Дипломатический агент, способствующий получению гражданином нового приюта, может потребовать от государства гарантии безопасности для беженца. Однако даже в случае соблюдения всех условий правительства страны, предоставляющие укрытия, оставляет за собой право немедленно заявить о депортации. Не стоит и говорить о том, что право дипломатического убежища не распространяется на граждан, скрывающихся от уголовной ответственности. В укрытии будет отказано любому человеку, совершившему международное неполитическое преступление. Российское законодательство. Иностранному гражданину, который покинул родину из соображений собственной безопасности, или узнал о возникновении подобных обстоятельств, будучи за границей, можно получить укрытие. С разрешения президента РФ. Дипломатическое убежище в России можно получить, подав заявку в течение семи дней после прибытия в страну или возникновения опасной ситуации на родине. Принимают заявления в территориальных органах Федеральной миграционной службы России. В дальнейшем поступившая информация рассматривается в Министерстве внутренних дел РФ, Министерстве иностранных дел РФ, Федеральной службе безопасности РФ и, наконец, в Комиссии по вопросам. Гражданство при президенте РФ. Находясь на территории российского посольства, консульства или военного лагеря, граждане должны соблюдать положение российской конституции. Также предоставляемое России убежище может быть дипломатическим укрытием и для семьи беженца, если все его родственники обязались исполнять российские законы. Для размещения детей младше 14 лет их согласия не требуется. Предоставление временного убежища. Видео. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.